Всем привет, меня зовут Диана, и около недели назад я вернулась на учёбу, как, наверное, многие из вас. И сказать, что я была этому не рада, не сказать ничего. За что? Почему? Нет! Все свои каникулы, как бы я не пыталась забыть об учёбе. Доктор Хаус, сезон 4, смотреть онлайн. Алло, да, привет, Кать. Ну так что, ты сегодня выйдешь? Ага, а во сколько ты освободишься? Да нет, нет, ничего страшного, конечно, в следующий раз. Давай, пока! Да-да, всё правильно, большую, салями. Где-то там, в моём подсознании, мой внутренний голос говорил мне. Новый сезон? Круть! И да, кстати, осталось две недели до начала учёбы. Она не выйдет сегодня? Жаль, осталось там меньше недели. Ну да, расслабиться нам не помешало бы, при том, что до учёбы осталось три дня. Тебе лучше заесть грудь с пиццей в школу до завтра. В итоге, когда настало время возвращаться к графику, встать в 7 утра, выжить, доползти до постели, я поняла, что эта мысль и нехоть идти в школу не давали мне покоя все каникулы. И хоть физически я особо не нагружалась, но морально я едва ли отдохнула от этого стресса. Что она? Почему? Нет! На данный момент прошло около двух недель, как я вернулась в эту рутину с домашним заданием, уроками, нескончаемыми проектами и тестами. И, признаться честно, всё не так плохо. Есть, конечно, куча других дел, которыми я предпочла бы заниматься, помимо того, чтобы просиживать свою задницу на предметах, которые мне вообще не понадобятся в будущем. Но лично я люблю учиться ради каких-то интересных фактов и знаний, которые иногда просто взрывают твой мозг. Вот, например, знаете, почему тинейджеры – самая иррациональная категория людей на этой планете? Это всё, потому что наш мозг, он до сих пор в процессе развивания и преобразования. И передняя часть нашего мозга, которая частично отвечает за принятие важных решений, она просто не может всю эту информацию на себя грузить. И она передаёт всю эту информацию в другое место, которое отвечает за наши эмоции. То есть, все тинейджеры просто делают свои решения, основываясь на своих эмоциях, потому что это просто биологически заложено. Вы не представляете, как много для меня открылось в этот день, когда я это всё узнала. Это просто объяснило всю мою жизнь, просто всю, ну серьёзно. И, конечно, ваша история с вашей школой может быть совершенно противоположной моей. Но это всё потому, что школы разные, да и я считаю, что школы не для всех. Но уточню, образование иметь нужно, либо в государственной школе, либо на дому, без разницы. Но я считаю, что это необходимо. Так что да, напишите мне в комментарии, как прошла ваша первая неделя школы и что вы вообще думаете. Я постараюсь всем обязательно ответить. И постарайтесь меньше париться из таких мелочей, даже как школы. Это не конец нашей с вами жизни, и это далеко не её начало. Так что да, с вами была Диана, я вас очень сильно люблю. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok